Привет всем, кто зашёл ко мне на канал о жизни во Франции. Продолжим сегодня наш прерванный разговор, результаты моего недельного возвращения во Францию. Сегодня расскажу про Рождество, про подготовку к праздникам, про школу, школьный театр, посравниваем менталитет и про то, как живёт сегодня русское подполье во Франции. Начнём с мирных тем, Рождество, хотя они все будут мирные, ничего там страшного не будет. Сразу предупреждаю. Рождество, как проходит подготовка? Вообще, Рождество это святой такой праздник для европейцев, но во всяком случае для немцев, для французов, особенно в Германии, очень много традиций. Они есть и во Франции, но в Германии их больше, больше чтут и больше с этим связано. Что бывает на Рождество? Во-первых, рождественский рынок обязательно каждый год, за несколько недель до Рождества он открывается. Там продаются какие-то традиционные вкусности, но и прочие изделия. Бывают деревянные изделия из кожи, из камня, как они, бешутерия, головоломки деревянные, украшения, шапочки. Все из натуральных материалов с претензией на более высокое качество, чем просто в магазине. Конечно, и цены там повыше. Ходить по такому рынку всегда интересно. Много шарма, особенно если вы первый, второй раз, но еще не приелась. Мы это уже много лет, и, в общем-то, даже французы возмущаются, что рождественский рынок каждый год одно и то же, ничего не меняется. Но все равно это приятно. Хотя вот тоже уже много всяких оговорок есть и насчет качества, и насчет много чего. Я помню, как я купила на рождественском рынке, это давно было, деревянные вазочки и деревянные же подсвечники к ним в комплекте. Там еще по дереву как-то было вырезано ножичком рисунки, и продавец очень много расхваливал свой товар. Стоило это удовольствие где-то в районе 40 евро. И я привезла это в Германию маме в подарок. Увидела в Германии буквально в супермаркете, при входе в супермаркет, там бывают такие стойки, где продается зачастую более-менее ширпотреб. И вот я вижу буквально на этих стойках точь-в-точь такую же вазочку, точь-в-точь с таким же рисунком вырезанным. Один в один продается по 5 евро. Навевает на грустные мысли. Может они там тоже во Франции покупают все на Алиэкспрессе, чуть-чуть более товарный вид придают и продают. Не знаю, мне не хочется в эту сторону углубляться, все-таки праздник есть праздник, хочется какой-то романтики. Хорошо там покупать какие-то продукты местные, которых нет в других странах. Например, во Франции продается пандепис. Это хлеб, пропитанный медом и разными специями. Мне такой нравится. Оригинальный подарок получается. Ну, во Франции еще жареные каштаны продаются традиционно, хотя и не только на Рождество, уже с осени. А в Германии, например, жареные арахи с сахаром, тоже очень вкусно. Приятно остановиться и что-нибудь такое купить. Я люблю выпить кружечку горячего вина, глюи вайн. А так у меня уже, конечно, ажиотаж, связанный с этими рождественскими рынками, прошел. Тоже я помню, на берлинском рождественском рынке продавались как-то особые специи. И мне очень расхвалили копченую соль и копченую паприку. Там была дегустация, я прям попробовала, очень здорово. Покупка была 20 евро. Я зашла в Россию в пятерочку. Там эта копченая паприка продается в бумажных пакетиках за 50 рублей. Я купила, конечно, у меня очень хорошие воспоминания. Мне нравится эта специя. Это один в один абсолютно то же самое. Какая специфика у нас в этом году? Как я вам уже и говорила в прошлом видео, вообще в целом мало в городе движухи, мало активности. Это касается и рождественского рынка в огромной степени. Народу почти нет. Ходишь, продавцов столько же, сколько и покупателей. Я вспоминаю, как раньше было на рождественском рынке не продохнуться, не пропихнуться. Я помню, какие мы очереди стояли, как мы не могли вообще протиснуться. Теперь ничего подобного. Но в пандемию нас подготовили к этому, охладили пыл. Во-первых, было много ограничений. И на рождественские рынки можно было пройти только в ограниченном количестве. Были длинные и при длинной очереди. Потом входишь на этот рынок, там мало народу. Не тот кайф, не та обстановка, как обычно. Пока стоишь в этой очереди, уже всякое желание отпадает. И в этом году, несмотря на то, что очередей никаких нет, но и народу нет. У всех уже отбили охоту. Есть такая традиция Николаус. Это такой персонаж, который 5 декабря ночью детям приносит маленькие подарочки. Они выставляют сапожок за дверь и утром находят в нём какой-то маленький сюрприз. Это дети очень любят. Мой Филюша до сих пор, до сих пор. 14 лет, но он любит играть в эту игру. По-другому не скажешь. Он прямо пишет записку этому Николаусу. Он всегда пишет по-немецки. И в этот раз написал, я прям удивилась. Абсолютно по-детски. Дорогой Николаус, поскольку я целый год был таким послушным, я желаю себе и целый список каких-то небольших пожеланий. Такой инфантильный. Но вот эта традиция очень нравится детям. Ещё одна традиция. Адвентскалендарь. Туш-Райш-Бестинский календарь с 24 дверками. Вот он так приблизительно выглядит. Я привезла из Франции для Саньки. Тут 24 дверки с номерами. От 1 до 24. И за каждой дверкой маленькая шоколадочка. Все числа в разнобой. Каждый день ты ищешь новую дверку. У Саньки нет никаких инфантильных замашек. Насчёт Николауса он уже давно не пишет свои пожелания. А вот этому календарю он был реально очень рад. Во Франции это есть, но люди не так уж, чтобы очень сильно этим увлекаются. А в Германии на каждом шагу, у каждого ребёнка обязательно есть этот календарь. А то и два, а то и три. И даже для кошек и собак уже делают эти календари. Ну, в общем, маркетинговым, изыскам нет предела. Теперь расскажу, как я в школу сходила, нашу французскую. У Феликса был театральный вечер. Они каждый год готовят театральные постановки. И устраивают для родителей театральное представление. Это на немецком языке делается. Те, кто учит немецкий язык. Традиция в школе очень давняя. И для родителей, и для детей, и для учителей это совершенно прекрасно. Потому что каждый год ты видишь, как всё меняется. Если в шестом классе они были такие неоперевшиеся актёры, начинающие. Не сбился слова, не забыл. И на том, спасибо, то сейчас старшая школа, я смотрю, уже такие раскованные, такие актёры, прям настоящие играют, стараются. В общем, прекрасная совершенно затея. Я расскажу, что мне показалось таким, ну, скажем, нерусским. Может быть, вам будет интересно, а может быть, я ошибаюсь насчёт нашего менталитета. Но я некоторые моменты отметила, как мне кажется, очень не по-русски это выглядит. Во-первых, они как-то просто ко всему относятся. Костюмы достаточно простые. Взял, наделал какую-нибудь шляпу, пиджак. Вот и весь костюм. Ничего особенного. Они не стараются быть какими-то красивыми в этих костюмах. Как-то прям вот особенно выглядеть. Я помню, у нас в школе, в моём детстве, я в английской школе была, были ДКД английского языка, и там тоже мы театральные постановки делали. Но мы очень-очень заморачивались насчёт костюмов, насчёт того, как мы именно выглядим. Там всё должно было быть прям перфектно. Нет, у этих детей совершенно всё не так. На этом пунктик вообще не делается. Потом у них нет вообще никаких табу насчёт ролей. Может у одного ребёнка быть несколько маленьких ролей, или наоборот, одна большая роль может быть разбита на три человека. Три разных человека играют одну и ту же роль. Мальчики могут играть девочек, девочки играют мальчиков. Там совершенно всё вперемешку. Ну, в основном, конечно, мужские роли играют мальчики, а женские – девочки. Но не обязательно. Вот таких, скажем так, исключений, где было наоборот, их было огромное количество. Это не были исключения, это было вовсю. Например, одна главная роль, длинная мужская, а её играют мальчик, девочка, девочка. Совершенно спокойно. Причём одна девочка, я помню, играла мужскую роль. Она просто надела пиджак, кепи. Под пиджаком у неё был такой топик. Вот просто посюда. И дальше голый живот. То есть она даже не пыталась косить под мальчика. Как бы предоставляется проницательному читателю, в данном случае зрителю, понять, что это и так мужская роль, уживайтесь. Такие у них особенности. Дети играли здорово, с большим воодушевлением. Ну, конечно, это нельзя назвать профессиональным каким-то театром. Но всё равно отлично. Даже для последней пьесы сами дети написали сценарий. Они инспирировались каким-то фильмом, взяли его за основу, но переписали сценарий сами. Рамок нет никаких. Если, например, не хватает на группу ролей, ничего страшного. Одну сказку там инсценировали. И сделали так. Ралли детям не хватило, слишком мало было персонажей. И просто посадили ещё на диванчике несколько человек детей. Они играли зрителей. Как будто зрители смотрят вот эту постановку и свои комменты вставляют время от времени. Это было тоже очень оригинально и тоже очень смешно. То есть они привнесли как раз много шарма в этот спектакль. Это, кстати, была английская группа, у которой немецкий неродной язык, поэтому им было сложно. Они такой простенький сюжет взяли. Но как бы, чтобы вам сказать, что ограничений как таковых, ну, нет их просто. Ни у учителей, ни у ребят-актеров. Они совершенно свободно к любым ролям относятся. Во время спектакля к нам, кстати, подсела учительница одна немецкого языка, которая как раз ушла на пенсию. И мы в Антракте с ней разговорились. Она спросила, как дела у Александра в России. Я ей рассказала, что он, в общем-то, хорошо прижился. Она расспрашивала с большим интересом. И потом принялась мне критиковать немецкую систему. Вот опять же из серии «Дежавю». Когда люди уходят на пенсию, вдруг они позволяют себе всякого рода критику. И она очень даже критически высказалась насчёт французской системы обучения. Сказала, что она очень недовольна, как деградирует образование. Что это происходит, по крайней мере, на протяжении последних десяти лет. И по качеству преподавания, и по качеству отношения к учёбе, и по дисциплине, и по самому способу подачи материала. Она сказала, что всё это становится несерьёзно, как-то некачественно, и деградация налицо. Я её совершенно не провоцировала и не тянула за язык в данном случае, но она высказалась достаточно развернута по этой теме. Это такое интересное наблюдение. Вот тоже с этого года у нас фотография классная. Посмотрите, на каком фоне она сделана во французской школе. Обнимающийся мужчина с радужным рюкзачком. UNICEF – спонсор этого дела. Далее весы, на которых мужское и женское начало уравновешено. Девочки равны мальчикам. Это тоже святое. В общем, всё это такая символика, которая присутствует в школе. И даже классное фото сделали на этом фоне. Ну и в школьном дворе у них то же самое. Такие же рисунки. Если вы присмотритесь, там просто на стене написано «эгэлитэ», то есть равенство. И вот эти рисунки, они представляют собой буквы. Отдельные буквы из этого слова. Лица детей, конечно, я замазала. Хоть это и некрасиво теперь смотрится, но с этим очень-очень строго. Иначе можно нарваться на большие неприятности. Вообще, я вам хочу сказать, что в Европе с этим реальный пунктик. Я не могу снимать всё, что хочу. Не могу фотографировать всё, что хочу. Я бы вот вам с удовольствием показала какие-нибудь отрывки из школьного спектакля. Но даже YouTube уже не разрешает монетизировать. Если ты детей показываешь, во всяком случае у меня спрашивают, появляются ли у вас там дети. А если появляются, то там сразу идут ограничения и так далее. Мне этого не хочется. И сами люди, сами люди очень негативно относятся многие. Вот снимаешь что-нибудь безобидное, к тебе обращаются. Не снимайте, не снимайте ни в коем случае. В Германии, я помню, просто с перекрёстка сняла дом издалека. И выбежала женщина, начала возмущаться, что не в порядке с моим домом, почему вы фотографируете и так далее. Я говорю, да мы туристы, мы просто улицу сфотографируем. В общем, как бы абсолютно дружески, но возмущению конца и края нет в таких случаях. Можно нарваться. Не всегда, конечно, но чистенько. На рождественском рынке тоже стоял музыкант какой-то уличный и играл свою песню. Увидел меня с камерой, сразу выключил музыку, прекратил своё представление. Начал мне кричать, не снимайте, не снимайте. Я говорю, да успокойтесь, я вас не снимала. Нет, я видел, что вы снимали. Я говорю, я камеру настроила, но я ничего не снимала. Но он прям долго ещё бушевал и не мог прийти в состояние душевного равновесия. Такие люди бывают. В моём видео, когда я снимала просто в супермаркете, в видео, где я рассказываю, едят ли французы лягушек, как там возмущалась продавщица, что я снимаю ценные продукты на планшет. Это кошмар какой-то. А уж в Ирландии за мной вообще учительница гналась, через дорогу перебежала, догнала меня. Как вы снимали нашу школу? Я говорю, да там ничего вообще не видно. Пару затылков, может быть, детей нет. Нет, ни в коем случае. До такой паранойи люди доходят. И самое главное, люди реально верят, что этим я причиню какой-то вред их детям. Люди в это реально верят. Те, кто захочет сфотографировать ребёнка, злодеи какие-нибудь, они найдут способ его сфотографировать. Не потребуются им никакие авторизации. А вот в таких житейских ситуациях, где просто что-то пофотографировать для личного блога или для себя, люди прям встают в позу, как будто бы я тут их жизни угрожаю. Ну и переключимся на наше русское комьюнити. Я встретилась с многими знакомыми русскими. Я, кстати, в этот раз очень мало с французами общалась. В основном с русскими своими знакомыми. Уже многие, кто узнал, что я приезжаю, заранее написали и договорились о встрече. В общем, у меня всё было забито. Пообщались. Во Франции есть много людей, которые Россию поддерживают. Есть много тех, кто не поддерживает. Не такой уж и точно расклад, как в России. Я встретилась с группой подруг, которые явно на российской стороне. Они были реально рады меня видеть. Моё наблюдение. Многие такие люди, они не чувствуют себя свободными во Франции высказаться. Конечно, невозможно во Франции какую-то альтернативную точку высказывать. Я это знаю по себе прекрасно. У меня возникает ассоциация такая, ну люди как бы в подполье живут. Это некое подполье. То есть люди между собой могут поделиться своими точками зрения, но открыто нет. Это очень большое давление, скажем так, общественного мнения, когда ты знаешь, вот есть точка зрения из телевизора, а всё остальное закрой свой рот. Те, кто поддерживает Украину, они себя в Европе чувствуют абсолютно свободно. Абсолютно свободно. Там даже доходят до предела иногда. То есть бывают агрессивные. Я, кстати, услышала в этот мой приезд истории о людях, которых я знаю из русскоязычного сообщества, которые в своей поддержке и любви Украине дошли до какого-то предела. Там были и оскорбления, и унижения, и агрессия открытая, вплоть до того, что люди вызывали полицию. То есть вот украинцы чувствуют себя абсолютно свободными, со своими лозунгами, со своими порывами. Чего не сказать, конечно, о русских людях. И после вот этого уже вызова полиции многие в своих фейсбуках подтерли посты с русофобией и со всякими матами, и с оскорблениями. На всякий случай начинают понимать, что есть всё-таки законы какие-то. Могут на тебя и полицию вызвать. Если что, таких проблем тоже никто не хочет. Но хочу я вам сказать, что человеку, который поддерживает Россию, в Европе очень даже нелегко. Он чувствует себя запертым, он чувствует себя подпольщиком. Я попрошу тех моих зрителей, которые живут за рубежом, написать, разделяете ли вы эту мою точку зрения. Потому что у меня складывается именно такое впечатление. И не только русские люди, а и французы тоже. Вот у меня есть круг, с которым я общаюсь. Французы, которые настроены критически к правительству. И я знаю, что они тоже боятся, что их услышат там соседи и что-нибудь такое. Между собой, конечно, да. Но открыто многие люди боятся высказываться. Мне было бы очень интересно в комментах послушать из разных стран фидбэк, как чувствуют себя в европейских странах наши русские люди, если они не разделяют общепринятую точку зрения. Но у меня сложилось на протяжении моего общения впечатление некого подполья, что люди чувствуют себя очень-очень-очень ограниченными. И о себе я могу сказать то же самое. Меня, например, после школьного театра одна мама начала расспрашивать, а почему вы переехали и так далее. Я ей сказала, что по многим причинам. Но учитывая то, что в Европе говорят о России и о русских, я не чувствую себя здесь в своей тарелке. И она, это была немка, она сказала, ой, да, я тебя могу прекрасно понять. Вот когда я была в каком-то музее, что ли, посвященном гитлеровским злодеяниям, я себя как немка чувствовала некомфортно. То есть она сочла, что мне среди своих будет проще. Но в первую очередь я не согласна с тем, что говорят. Но вообще в такой ситуации, когда ты живешь в стране, где твое мнение наказуемое и не является общепринятым, ты тоже думаешь о том, как бы не навредить своему ребенку в школе. Как бы уже с опаской относишься к ситуации. Вот такие дела. Еще мы встретились уже в последний день перед моим отъездом. Было у меня много встреч. Люди просто приходили одни за другим. У нас за столом просто смены смещались. Но удивительно было то, что пришла одна женщина с Украины, которая поддерживает Украину. Приходили другие подруги, которые поддерживают Россию. Приходили друзья, у которых родственники сейчас на Украине под обстрелом находятся. Для которых эта ситуация очень-очень сложная. И они явно не одобряют то, что сейчас происходит. Но удивительно было то, что мы сидели за одним столом, такие разные люди, и продолжали общаться. Мы всегда были друзьями, но во всяком случае у нас были хорошие приятельские отношения, и они остались. Уже одно то, что мы не пересобачились и не перессорились, не прокляли друг друга, я считаю это уже большим достижением. Потому что много людей просто перешли какую-то грань ненависти, начали проецировать друг на друга, на всю нацию, какие-то отвратительные чувства, переругались, сколько семей развалилось из-за этого. И вообще я подумала, что это какое-то чудо, что мы сидим за одним столом и понимаем хотя бы, что мы, те, кто до этого дружили, мы друг другу не враги. Мы будем друг друга поддерживать, но мы не обозлимся, мы не будем на нашем человеческом уровне друг другу гадить. Я думаю, что ситуация в душе очень сложная для всех, что в душе каждый хочет мира. Адекватные люди хотят, конечно же, мирного сосуществования украинцев и русских. Я в конечном итоге, когда люди разошлись, была очень рада, у меня было какое-то очень радостное чувство, что мы не грызем друг другу глотку, что мы сидим вместе за одним столом и пьем чай. И я не сочла, что это лицемерие. Я сочла, что это что-то человеческое. А как вы думаете? Пишите в комментах. И до скорых новых видео. Пока!